Друзья, до сих пор историки не могут определить, кто первый придумал и утвердил, что Старый Новый Год нужно отмечать с таким же размахом, как и сам Новый Год. В конце концов, нам-то что? Открывай, наливай, пей, веселись. Программа Коза. Альбирна, Героев Труда. Отмечаем Старый Новый Год. С Новым Годом! Ипполит, как давно мы не лезли в окна к любимым женщинам? Старый Новый Год, поздравляю! На какой вопрос ты будешь отвечать? Что за крайности? То олень, то сноубордист с горнолыжников. Я потихоньку хочу от оленя к человеку. А кто ближе всего к оленю? Конечно же, сноубордист. Они же иногда в лес улетают. Ну, очень логично. Скажите, пожалуйста, вы через очки что-нибудь видите или идете на звук? Я плохо понимать по-русски. Сначала я думал, что вы Ипполит. Но, судя по вашему шарфику, вы похожи на зигзага из утиных историй. Оливье, шуба, шампанское, все, что было на Новый Год. На Старый Новый Год, что нужно готовить? Цыпленок, анжу, например, под соусом, бешемель. Есть такие хозяйки, которые на протяжении 14 январских дней готовят оливье? Ну, наверное, есть, но это неинтересно. Это они просто не знают вот этих слов. Точно. Иностранцы вообще не могут понять, как это. Happy Old New Year. Это все равно, что, дорогая, ты будешь кушать? Да, нет, наверное. Скажи мне, пожалуйста, мужчина, как нам правильно с тобой экономически поступить по отношению к своим девушкам в плане подарков? Новый Год, Рождество, Старый Новый Год, что делать? У меня один приятель с интересной фамилией Рабинович делает так. На Новый Год подарил девушке телефон, на Рождество чехол. И на Старый Новый Год его осенила гениальная мысль, он подарил ей зарядку. Что мы с вами сделаем? Ну, думаю, применить этот метод. Стало уже доброй традицией юбилея отмечать в пивном ресторане «Альтбир». Вы целенаправленно сюда пришли или вот как-то кривая завела? Нет, мы целенаправленно. Нам очень нравится это заведение. Часто бываете здесь? Да, частенько. Просто без повода. Сегодня исполнились все ваши желания? Да. Какое было самое-самое заветное? Я очень хотела, чтобы собралась вся моя семья. Они подарили мне этот праздник. Подходят к завершению череда новогодних праздников. То, что вы провели это в работе, это понятно. Как вы отдыхаете? Мы не отдыхаем, если честно. Мы все время работаем, но это нам в кайф, потому что это наше любимое дело. Главное, что мы вместе, главное, что мы рядом. Все остальное не важно. Выходя на сцену, мы тоже отдыхаем и отдаемся полностью зрителю. В новогоднюю ночь старого нового года. Есть смысл загадать что-то, помимо того, что люди загадали в новогоднюю ночь, и это сбылось? Ну а почему нет? Почему не верить? Это был еще один такой, знаешь, приятный момент. Спасибо Петру Первому за второй Новый год. Вот, по старинке отмечаем, конечно же. Но это не так, как Новый год с 31 на 1. С Новым годом! С Новым годом, друзья! Улыбайтесь, загадывайте желания и верьте в чудеса. Волшебство! Я не устаю вас приглашать на вечеринку месяца, потому что у нас будет прекрасный зимний мультик Пес, волк и песня «Ой, там на горе!» Давайте сейчас репетнем. Это, давайте, три, четыре. «Ой, там на горе!» Друзья, приходите в Альберт, я уверен, что у них это получится.